Арикатов хату, ребята, меня зовут Денис Зайченко и сейчас я отвечу на один простой вопрос. Что лучше купить, Huawei P Smart Plus или Xiaomi Mi A2? Оба эти смартфона по-своему хороши, даже отличные. У каждого из них есть свои особенности, которые могут стать причиной купить или не купить один из этих смартфонов. Детальные текстовые обзоры обеих моделей будут по ссылке в описании под видео. И вы знаете, во многом это видео будет повторять мое мнение касательно Mi A2 Lite. Да, монобровь, андроид и система на чипе. Ну и по мелочам. Начнем с главного. Чистый андроид против MUI. Как удачно сказал мой шеф, это вопрос скорее религиозный. Если вы любите, чтобы ваш смартфон летал из коробки, если вам не нужны лишние функции, если вы предпочитаете андроид таким, каким его видит Google, то Mi A2 ваш выбор. Но, если вы сторонник кастомной оболочки, если вы пользуетесь кучей дополнительных функций и не хотите рыскать по всему Google Play, собирая идеальный набор, и особенно, если вы не доверяете чистому андроиду в плане долгосрочной работы, тогда ваш выбор P Smart Plus. К тому же, у MUI есть еще дополнительные фичи. Например, и у A2, и у P Smart Plus имеется разблокировка лицом. Но у P Smart Plus имеется фича, которая называется функция активации. То есть, когда вы поднимаете телефон, допустим, со стола, вы подносите его к лицу, и он сразу разблокирован. Не делая лишних телодвижений, вы сразу же попадаете на рабочий стол. С Xiaomi так не получится, нужен еще свайп вверх. Теперь внешний вид. И сюда я, кстати, записываю и монобровь, и сам корпус, и исполнение, и цвет, и так далее. Ну а поскольку P Smart Plus выглядит практически так же само, как и флагман P20, то чисто эстетически это выбор без выбора. Плюс у Huawei тоньше рамки. А у белой версии A2 эти рамки черные и очень уродливые. Зато у A2 нет выреза. Так что если для вас именно это является решающим фактором, то Huawei придется посторониться. В плане мощности и систем на чипе смартфоны почти одинаковы. По чистым бенчмаркам побеждает Xiaomi, но Huawei отыгрывается в играх за счет GPU Turbo. Что это за фича и как с ней работать, читайте по ссылке в описании под видео. Тут же скажу о камерах, потому что они очень сильно завязаны на системах на чипе. Поначалу, прямо на экранах смартфонов, кажется, что камеры снимают одинаково, но после изучения снимков на мониторе, стоит отметить, что у Mi A2 качество все-таки лучше. Лучше динамический диапазон, детализация и в темное время суток тоже. Тут скорее всего играет роль новый сенсор. Разумеется, до настоящих флагманов, типа Huawei P20 Pro и Galaxy Note 9, обеим камерам далеко, но на своем уровне они снимают достойно. В плане видео, Mi A2 тоже вырывается вперед, поскольку поддерживает 4K с электронной стабилизацией. Впрочем, если вдаваться в детали, видим картину немного более интересную. Например, у Mi A2 имеется поддержка фичи Focus Peaking. Эта фича имеется только на A2, на Samsung Galaxy Note 8, на LG V20 и на зеркалках Sony. Еще эта фича имеется в отдельном приложении камеры под названием 3D Cam, но оно настолько внешне убогое, там такой плохой интерфейс, что, если честно, эта фича не спасает. А Huawei P Smart Plus внезапно является чуть ли не первым среднебюджетным смартфоном, который поддерживает запись видео HDR Pro, пускай и только Full HD. В плане автономности преимущество за P Smart Plus. Во-первых, чуть больше батарейка, буквально на 300 мАч, но преимущество имеется. И во-вторых, более экономная оболочка, которая бесстыже рубит фоновые процессы. Настолько бесстыже, что некоторым людям просто не приходят уведомления. Ну и 12-нанометровая система на чипе Kirin 710 у Huawei тоже очень сильно влияет. А вот всякие мелкие плюшки современности и преимущества остаются за Xiaomi Mi A2. У него, в отличие от конкурента, имеется USB Type-C, двухдиапазонный Wi-Fi, инфракрасный порт и Bluetooth 5-й версии. Зато у P Smart Plus имеется отдельный аудиовыход 3,5 мм. А еще нормальное зарядное устройство в комплекте. Потому что если вы будете покупать A2 или A2 Lite, сразу же выделяете денежку на отдельное зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки. В общем, дизайн, экран, автономность и функциональная оболочка Huawei P Smart Plus противостоят классическому дизайну, чистому андроиду с регулярными обновлениями и хорошей камерой в Xiaomi Mi A2. Впрочем, я готов поспорить, что решающими факторами будет, во-первых, челка, во-вторых, чистый андроид. И на этом, пожалуй, все. Но, в комментариях очень попрошу вас написать, какой смартфон из этих двоих предпочитаете вы. И по какой причине, какая именно фича решила для вас покупку. Челка, чистый андроид, возможно, Bluetooth 5-й версии. Не забывайте также ставить лайк и подписываться на наш канал, а также нажимать на колокольчик, если вам понравилось видео. Если не понравилось, сожалею и надеюсь, что следующее видео вам понравится больше. Также выражаю благодарность магазину MotoStuff за предоставленный для съемки стабилизатор Zhiyun Smooth 4. За всем откланяюсь. С вами был Денис Зайченко. До связи, ребята. До связи.